Привет друзья! В последнее время меня часто спрашивают какой термобарьер лучше взять для хот-энда своего 3D принтера. Ведь разнообразие достаточно большое и хочется купить правильный девайс, тем более что 11 ноября традиционный день скидок на алиэкспресс и можно хорошенько сэкономить. Слово термобарьер соответствует смыслу этого словосочетания, то есть элемент который выполняет роль температурного барьера между нагревательным блоком, где происходит процесс сплавления филамента и охлаждаемым радиатором, который не дает нашему прутку расплавиться еще до того, как он попадет в эту зону плавления. По сути барьер это один из самых важных элементов хот-энда, от эффективности работы которого зависит и качество и стабильность печати в целом. В основном термобарьеры делятся на три вида. Классический сквозной под тефлоновую трубку 4 мм, синтегрированный уже тефлоновой трубкой 3 мм и цельнометаллический барьер без тефлона. В большинстве случаев используется материал изготовления нержавейка, который обладает низкой теплопроводностью порядка 40 ватт на кельвин метр, но иногда делают из титана, у которого теплопроводность ниже всего лишь 15 единиц, но с ростом технологии начали изготавливать и комбинированные из меди и нержавейки биметаллические барьеры, но о них мы поговорим чуть позже. Классический барьер с тефлоновой трубкой может быть гладким или резьбовым, это зависит от используемого радиатора, гладкие например подходят для хотендов МК-8, а резьбовые для хотендов Е3ДВ-6. То есть классика представляет собой обычную трубку с внутренним диаметром 4,1 мм, в которую вставляем тефлон. А мы знаем, что тефлон имеет очень низкую теплопроводность, практически лучшую из всех 0,25, то есть даже меньше единицы. А чем меньше этот коэффициент, тем меньше будет перегреваться наш фильамент внутри такой трубки. То есть в данном случае термобарьером служит сам тефлон, а нержавеющая трубка только соединительным элементом, ведь тефлон сам по себе достаточно мягкий материал, согласно нашей таблице. Такой барьер дает очень качественную печать легкими материалами, такими как ПЛА, ПЭДЖ и низкотемпературными АБСами до 245 градусов, так как температура плавления тефлона начинается от 265, и это и есть ахиллесовая пята такого термобарьера. Даже при интенсивной печати с температурой 245 может также наблюдаться деформация тефлоновой трубки, в итоге происходит дефект печати недоэкструзия или пробка. Еще одним минусом является сложность сборки хот-энда, нужно добиться жесткой стыковки между соплом и самим тефлоном, а за это отвечает такой элемент как фитинг, от качества которого зависит многое, ведь со временем зубцы на фитинге могут сильно вгрызться в тефлон и он немного подсядет в области нагревательного блока, там где сопло. Естественно образуется щель, в которой будет заливаться расплавленный филамент и он сам себе будет препятствовать прохождению, то есть образуется пробка. Альтернативой можно посчитать интегрированные термобарьеры. Это та же по сути нержавеющая трубка, но с одной стороны отверстие 3.1 мм, а с другой глухая стена с маленьким отверстием 2 мм под пруток филамента. Эта стена служит упором для более тонкого тефлона, который избавляет нас от сложности монтажа и зависимости от качества фитинга, так как эта стена по сути выполняет функцию того же фитинга. Качество печати легкими пыла и PG также на хорошем уровне, но с АБСами могут возникнуть сложности, ведь такой барьер даже более капризный к повышению температуры, чем предыдущий, так как тут используется очень тонкая тефлоновая трубка диаметром всего лишь 3 мм. И при интенсивной печати с температурами от 237 градусов может также усаживаться и оплавляться, и в результате получим недоэкструзию и пробку. Третий вариант это цельнометал без тефлона, со сквозным отверстием в 2 мм из нержавейки или титана, так как у него теплопроводность значительно ниже. Такой барьер отлично зарекомендовал себя в печати высокотемпературными пластиками, АБСами, нейлонами, карбонами, капетами и другими инженерными филаментами, ведь он способен работать в пределах температуры до 350, а некоторые выше. При этом он неплохо справляется даже с вязками PG, но вот с не срослось. Это связано с очень низкотемпературным размягчением и деформацией этого вида пластиков порядка 60 градусов, что значительно ниже того же АБС, у которого эта температура начинается от 100. Главная причина возникновения пробок цельнометалей это система ретрактов, то есть откат филамента на определенное расстояние для уменьшения дефекта печати паутина, который как раз и возникает при перемещении головы, так как давление внутри хот-энда сохраняется и пластик самопроизвольно выталкивается. У Болден систем откат может достигать 7 мм, а у Директ 2 мм, поэтому на Болденах чаще наблюдаются пробки в цельнометалле. Процесс появления пробки можно изобразить так, красная зона филамента это температура плавления в нагревательном блоке, желтая зона это промежуточная температура в термобарьере и синяя зона это зона охлаждения радиатором. Когда происходит откат филамента, то наш разогретый ПЛА поднимается на зону выше, где происходит рассеивание тепла, но оно к сожалению не особо эффективно, так как резьбовая часть барьера тоже сделана из нержавейки с низкой теплопроводностью. А за счет силы трения ПЛА налипает на его стенки и препятствует обратной подаче. Ведь в области радиатора в термобарьере температура может достигать почти 80 градусов, что для ПЛА достаточно много. Но технологии не стоят на месте и на смену нержавеющим цельнометаллам пришли биметаллические. Эта барьера собрана из трех частей, две резьбовые из меди, у которых очень высокая теплопроводность и нержавеющая трубка с низкой теплопередачей. Благодаря такой комбинации мы уравниваем теплопроводность деталей как в нагревательном блоке, так и в охладительном радиаторе. И за счет этого тепло в радиаторе теперь рассеивается намного лучше и эффекта пробка не наблюдается даже с легкотемпературными пылопластиками. Я уже 4 месяца печатаю подобным цельнометаллам с медной резьбой. Это Hotend NF Smart CR10, о котором есть отдельное видео. При этом использую разные пластики, начиная от пыла и заканчивая нейлоном и никаких пробок не наблюдаю. При этом медная резьба держится как литая и ничего не раскручивается, как пугают некоторые суперблогеры. Но технологии не стоят на месте и компания Mellow Store совместно с NF Crazy в 2016 году запустили разработку термобарьера из аэрокосмических материалов. Это высокотемпературная керамика, которая используется в двигателях и обшивке ракет. Термобарьер представляет собой комбинацию медной резьбы соединенной керамической трубкой. За счет колоссальной низкой теплопроводности радиатор Hotend может работать без охлаждения. И сегодня на практике мы это проверим. В тестировании будет принимать участие три вида цельнометаллических барьеров из нержавейки, биметаллический из меди и комбинированный NF V6 зон с космической керамики. Нагревательным элементом нам послужит медный блок, который давно уже хотел протестировать. Сам же стенд соберем на 32 битное материнское платье Fly mini за 15 долларов. Это по сути прямой конкурент Skyr mini, но в отличии от нее тут драйвера съемные, а это очень круто за такую цену. В следующем видео обязательно сделаем обзор на нее, а также на большой 4,3 дюйма экран, собранный на прошивке Marlin от совместной компании Fly and Mellow. Для определения температуры будем использовать термопару, которую я загнул таким образом, чтобы она внутри хорошо касалась стенок и показывала правильные показания. Первым подопытным будет цельнометалл из нержавейки. Запускаем нагрев до 200 градусов. Когда нагревательный блок достигнет этой отметки, мы включим секундомер. Обратите внимание на шарик термопары, замер проводим внутри на границе с резьбой. При этом тефлоновая трубка не даст ему углубиться ниже. И это даст максимально объективные результаты. Для чистоты эксперимента я не буду резать видео, а только его ускорю. И мы видим на второй минуте, что температура составила 138 градусов в области термобарьера, что достаточно много. На третьей минуте будем замерять нагрев резьбовой части. Средняя температура в этой области составила 132 градуса, что в принципе тоже не мало. Теперь протестируем биметаллический комбинированный барьер из меди и нержавейки, при этом проверяем, чтобы термопара находилась на границе с резьбой. Для объективности замеров. На второй минуте температура замерла на отметке 125 градусов в области термобарьера и это неплохой результат. Теперь давайте проверим температуру медной резьбовой части, которая в третьей минуте поднялась до 119 градусов. А теперь, друзья, переходим к тестированию новых технологий. Термобарьер NF-Zone с керамикой. Вкручиваем в блок, нагреваем до 200 и при этом дважды я проверил, чтобы наш шарик термопара находился на границе с резьбой и даже, как вы заметили, немножко больше в сторону нагревательного блока. И на второй минуте в области термобарьера в двух миллиметрах от нагревательного блока средняя температура составила всего лишь 98 градусов. Это говорит о том, что керамика обладает просто космически низкими параметрами теплопроводности и это реально круто, друзья. А резьбовая часть составила чуть меньше – 90 градусов. Это значит, что медь очень хорошо отдает тепло окружающей среде. Теперь можно подвести краткий итог. Нержавейка однозначно проигрывает к биметаллам и керамике за счет своей низкой теплопроводности. Но тесты тестами, а практика растает все по местам, поэтому давайте сделаем просто сумасшедший мегатест с нашими термобарьерами и проверим их в деле. Распечатаем кораблек бенча с откатами 6 мм. Режим комбинга отключим. И начнем с нержавейки. Поставим на летающего медведя, при этом возьмем новое сопло, снимем вентилятор обдува и в процессе печати после третьего слоя остановим вентилятор обдува радиатора. И посмотрим, через какое время у нас образуется пробка. Вот мы и пустили на печать кораблек бенча, пылопластик температурой 200 градусов, скорость 60, откат 6 мм, скорость отката 30 мм в секунду. При этом термопарой замеряем температуру радиатора, она составила пока 35 градусов, так как вентилятор обдува радиатора сейчас включен. Кайма печатается в принципе неплохо. На третьем слое отключаем вентилятор обдува радиатора, даже вставил в него ушную палочку, чтобы не было лишних сомнений у зрителей, что он отключен. Также ничего не обрезаю, а просто ускоряю видео для экономии времени. И так обзор затянулся достаточно сильно. Если посмотреть выше, видно как строчат откаты директ экструдер. Все-таки 6 мм это не шутка, а также как стремительно растет температура в радиаторах оттенда. При повышении до 52 градусов я услышал первые прощелкивания мотора. Слишком сильно много откатов в этой модели. И наша нержавейка просто не справилась с таким жестким режимом. Появилась недоэкструзия и пробка. А теперь протестируем биметалл. Точно также вкручиваем, устанавливаем и запускаем на печать. Также на третьем слое отключаем вентилятор и вставляем ушную палочку для чистоты эксперимента. Но в этот раз, друзья, вам придется все-таки послушать музыку. Так как биметалл работает просто великолепно. Температура подымается на радиаторе не очень быстро и в принципе он уже начинает укладывать немного слои. Посмотрим на сколько его хватит. на 55 градусах я услышал первые щелчки мотора, но печать не прекратилась и пошла дальше, поэтому будем наблюдать дальше. И 62 градуса окончательно поставили точку. Пошел перегрев, недоэкструзия и пробка. Но в этот раз мы напечатали намного больше, что не может не радовать. Тем более, что эксперимент очень сложный для любого хот-энда, для любого термобарьера. А нам остается протестировать медно-керамический NF-Zone V6, который я надеюсь покажет себя лучше, чем предыдущие барьеры. Ведь его технические характеристики мне показались намного интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот на 52 градусах у нас появились щелчки мотора и недоэкструзия. Но при этом мы напечатали немного больше, чем в предыдущем тесте. И это очень хорошо. А теперь подведем суммарный итог. Нержавейка показала себя просто отвратительно в печати легкими пыла пластиками. И забилась уже на третьем слое. Так что ее рекомендовать вам точно не буду. Биметалл показал себя на удивление великолепно. И напечатал достаточно много слоев. Так что такой бюджетный биметалл за 8 долларов однозначно рекомендую к покупке для вашего Е3-ДВ6. Ну а новые технологии с термокерамикой показали наилучший результат. Хотя не сильно далеко ушли от биметалла. Но мы должны понимать, что на Боуден-системе откат стоит 6 мм. Но по факту он производится на 2 мм в области термобарьера. Так как остальные 4 мм съедаются длинной тефлоновой трубкой. А при печати с директ экструдером у нас откат составил аж 6 мм. Именно в области барьера. По сути мы провели максимально невозможный краш-тест. Да и нужно учитывать, что печатать пыла пластиками без обдува радиатора с такими параметрами практически невозможно. Но как попросили меня протестировать зрители моего канала, так я и сделал. Продукция Мэллов Стор однозначно стоит своих денег. Новые технологии со временем полностью вытеснят старые, так как наука не стоит на месте. И это правильно. Для любителей тефлоновых термобарьеров Мэллов тоже разработали с медной резьбой под хотендом К8. Ну и если вы владелец Е3 ДВ6, то тогда выбирайте между биометаллом и керамикой. Все зависит от бюджета и ваших возможностей. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, что завтра у нас день скидок 11 ноября, когда можно сэкономить на Алиэкспресс. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока. Пока.